Консолидированный бюджет мобилизован на собственные доходы в сумме 43,4 миллиарда рублей. Общие поступления платежей с территории республики составили 99,9 миллиардов рублей с ростом прошлого года на 10%. Из них федеральный бюджет защитился на 59%. Но рост поступлений в бюджет в первом квартале не повод для спокойствия. Текущий год ожидается сложным. Надо быть готовым к этим событиям. В первом квартале текущего года произошло снижение показателей республиканской экономики. Валовый региональный продукт в сопоставимых ценах составил 99,6%. К соответствующему уровню прошлого года серьезный индекс промышленного производства снизился. В первом квартале составил 99,5%. Темпы строительства в первом квартале составили 87,9%. Розничный оборот снизился на 15,3%. Ну и самое главное, наверное, это очень неприятно, то, что более четверти предприятий, 26,4% предприятий республики, сработали с убытком. А январь-февраль сумма убытка составила 16,2 миллиарда рублей. Ну, данные негативные тенденции могут, они обязательно скажутся на налоговых поступлений в бюджет уже в самое ближайшее время. И нам необходимо обеспечить жесткую финансовую дисциплину, абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. Важно неукослительно выполнять основные задачи, своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату в бюджетной и социальной сфере, с учетом задач, поставленных в майских указах президента Российской Федерации. Осуществлять бесперебойное обеспечение учреждений здравоохранения и льготных категорий населения лекарственными средствами, своевременно производить выплату социальных пособий и оплату льгот. Вместе с тем для выхода на траекторию экономического роста следует продолжить дальнейшую планомерную работу по модернизации экономики, привлечению внутренних и внешних инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. Прошедшее заседание Киномиссии Совета как раз было посвящено вопросу реализации плана перевоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Мы не раз подчеркивали, что антикризисный план должен оперативно дополняться и изменяться в соответствии с текущей ситуацией. Мы здесь работаем совместно с нашими партнерами, предпринимательским сообществом, с нашими муниципалитетами. По результатам первого квартала в Татарстане сохранена тенденция увеличения налоговых доходов. Они возросли к соответствующему периоду прошлого года на 10%, в том числе в консолидированный бюджет республики почти на 5%. Это позволило в полном объеме выполнить прогнозы назначения по налоговым доходам по всем бюджетам. Доля налогов, направленных в федеральный бюджет, в январе-марте составила 59%, соответственно, в консолидированном бюджете республики 41%. Поступление налогов в платежи в разрез основных отраслей экономики республики представлено на слайде. Более половины, 51,3 миллиарда рублей всех платежей приходится на добычу полезных ископаемых, 16% на обрабатывающее производство. Что касается консолидированного бюджета республики, то свыше 70% всех платежей обеспечены за счет двух налогов – налога на прибыль и НДФЛ. Несмотря на сложные экономические условия, поступления этих важнейших для республики доходов возросли. По организации мы администрируем налоговым органам республики. Налоговая база по налогу на прибыль возросла за прошлый год на 9,5%, что положительно сказалось на результатах годовых перерасчетов и, соответственно, на поступление налогов в первом квартале текущего года. Среди факторов, повлиявших на рост налога, выделили увеличение доходов от реализации, особенно по экспортно-ориентированным компаниям в связи с ростом курса валют к рублю, а также увеличение доходов за счет разовых сделок по реализации имущества. При этом ослабление рубля позволило и в других секторах экономики нарастить прибыль. Продукция многих предприятий стала более конкурентоспособной по сравнению с импортной, например, в сельском хозяйстве, в производстве пищевых продуктов и напитков, в производстве резиновых пластмассовых изделий и других. Уважаемый Арсен Мургалевич, уважаемый президиум, уважаемые участники совещания, в первом квартале 2015 года в конце ледяной бюджеты республики Тарстан поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 43,4 миллиарда рублей. В бюджете Республики собственного дохода мобилизования в объеме 34,8 миллиарда рублей, местные бюджеты налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 8,6 миллиардов рублей. Учитываю подробный доклад руководителя налоговой инспекции, останавливаюсь на отдельных налогах, поступление которых в налоговых объемов может быть проблематично. В первую очередь налог на прибыль. Налог на прибыль мобилизован в объеме 16,7 млрд. рублей. Отраслевой разрез поступления налога в первом квартале проведен на слайде. В целом динамика поступления налога на прибыль в первом квартале положительная. Вместе с тем на поступление налога на прибыль оказывает влияние ряд негативных факторов. Министерство финансового республики Тарстан проводит мониторинг с охватом 1303 предприятия, обеспечивающие более 90% поступления налога на прибыль. По итогам первого квартала из указанного числа 465 организаций или 42% снизили по сравнению с прошлым годом платежи в объеме 4,6 млрд. рублей. Указанное снижение уплат налога согласно представленной кампании информации может продолжиться и во втором квартале. О возможном снижении поступления также свидетельствует оперативно данная органов статистика, которая вы видите также на экране. Также негативно на объем налога может отразиться рост переплаты, о чем Мородович говорил. Учитывая возможную резкую повышеназванную позицию, нам совместно с налоговыми органами, министерством экономики, отрасивым министерствам необходимо сделать тщательный анализ возможных причин снижения налога на прибыль для дальнейшей работы по данному вопросу и принятия решения. На что я бы обратил внимание? Конечно же, налог на прибыль. Вроде бы мы пока как выглядим неплохо, но по большому счету это как бы результат работы, так как у нас мы же налог на прибыль за квартал вперед, да, у нас отчетность, поэтому очень внимательно смотреть надо за прибылью. Вот переплата увеличилась, и Марат Адипович и Радикорович об этом сказал. И это тенденции пока имеют место. Второе, налог на доходы физических лиц. Значит, это основной как бы налог, который формирует наш бюджет. Всегда он был стабильный. Вот по списку, который мне дали, Агрыз, Алькеевский, Высогорский, Заинский, Эрпенслободский, Спасский, Тетюрский, город Найбренчилны. Обратите внимание, проанализируйте, какие там моменты, как только в экономике появляются сложности, появляются попытки конвертных выплат, серых схем и все остальное. Внимательно за всеми этими вещами надо смотреть. Ну, по однодневкам, по всем этим вопросам, здесь у налоговой инспекции есть и по возмещению НДС, то есть все эти процессы, они под жестким контролем. Значит, кто думает, что вот эти схемы, эта вот схема доведет их до тюрьмы. Вот физические лица там, по обналичке, достаточно много информации. Ничем это хорошим не кончится. К сожалению, обналичкой занимается и бюджетное учреждение. Строители вообще безмашенно этим занимаются. Ничего это хорошим не кончится. Мы неоднократно уже предупреждали. Время, когда компанию открыли, закрыли и до свидания прошло. Вся электронная база есть. Руководитель компании, который принес ущерб, он будет привлечен и к финансовой, и к уголовной ответственности. И то же самое по обналичке. Все видно, все ясно. Все схемы, как это работает, все есть. Пофамильно. Говорим, думаете, что это все проскочит, ничего не проскочит. И, конечно, в бюджетной сфере вообще такие вещи недопустимы. Закупки. Закупки продовольствия для детских, дошкольных учреждений, для объектов здравоохранения. Что это такое? Надо проверить, и это жестко наказать там, где есть на это причины. Ну и, конечно же, Марат Алипич, вы информируете, сигнализируете, и не только это ваша работа. Наши муниципальные органы, федеральные наши органы, правоохранительные органы, ВИНФИН, конечно, в первую очередь должны подключаться. Очень внимательно надо земельный налог. Это один из базовых источников для местных бюджетов. Вот здесь тоже, по моей информации, в пяти районах достаточно ощутимо снижается объем его поступления. Обратите внимание, Верхнемусловский, Зеленодольский, Кубмарский, Кулячинский, Наверное Силово. Ладно, мы по доходному налогу понимаем, что могут быть какие-то... земельный налог надо собирать, надо проанализировать. Радик Алипич, тоже подключите, скажите, значит, это или банкротство агрокомпаний или какие-то другие причины. Внимательно посмотреть надо. Ну и задолженность. Задолженность сегодня в бюджет республик 6,8 миллиардов. Огромная цифра. Кому помешали бы сейчас пару миллиардов, да? 6,8 миллиардов рублей здесь и прибыли, и НДФЛ, транспортный налог. И она растет на 1 апреля на 564 миллиона. Внимательно, налоговый, Минфин и отраслевые министерства по вашим предприятиям, смотрите, никуда потом не денешься. Вот на экономическом совете мы обсуждали многие вопросы. Здесь, конечно, и правоохранительные структуры вовремя информировать, сигнализировать, значит, их тоже надо привлекать. По расходной части, значит, Минфину, нашим муниципалитетам строго придерживаться соблюдения бюджетно-финансовой дисциплины. Значит, то, что кто-то сейчас уже заявляет, что кризис мы переодолели, значит, ситуация не такая плохая, значит, не успокаивайтесь. Мы не знаем. Конечно, сегодня нефть немножко, вот она 63, там еще никакой гарантии нет. И вообще, пока доступность к финансовым средствам ограничена, значит, если у нас там есть некий рост, значит, мы как бы цифры... Но вы представьтесь, сколько стоил, что можно было купить на рубль в прошлом году, и сколько это сегодня. Это уже другие деньги. Поэтому жесткая система соблюдения бюджетной и финансовой дисциплины, значит, опять-таки, социально значимые направления, приоритет, ну и, конечно же, эффективно используемые средства там. Вот бюджет у нас есть, там что-то купить, не торопитесь деньги тратить, пригодятся. Значит, ну и равномерное исполнение бюджета ради кровообщего ама и муниципальным бюджетом, контролировать равномерность. Лучше некоторые, если запас подушку у нас будет, значит, некие приобретения можно, как бы, на второе полугодие перебросить. Значит, очень плохо пока работаем по внебюджетной деятельности. Мы, как уже договаривались, что 50% средств идет на повышение заработной платы, на майские указы, годовой план по внебюджетной деятельности и по министерствам, и по иммуниципалитетам выполнен на 26%. Здесь, наверное, тоже покупательная способность людей уменьшилась, но не настолько, не дорабатываем. Внимательно проанализируйте по каждому из них. Значит, Шеверыч, министерство пропустить через себя, по муниципалитетам, значит, Минфин, проведите работу с муниципалитетами. В чем причина, какие есть возможности. Ну и финансовые нарушения, к сожалению, они есть и достаточно... Ну, здесь разные формы, конечно, есть. Здесь и Минфин, счетная палата, и прокуратура должны быстро, четко реагировать и пресекать, и возвращать эти суммы, если они, значит, бюджет. Формирование бюджета – это процесс очень важный, поэтому просьба активно подключиться всем. Спасибо. 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 Спасибо.